Всем привет! Это Мистер Чейзер, вы смотрите мой Джесс Плей канал и сегодня в этом видео я хочу вам рассказать как удалить шум вашего микрофона, который вы купили где-то в переходе за 50 рублей, но в принципе меня это абсолютно не волнует. Главное, что у вас есть проблема, проблема такая, что ваш микрофон издает слишком много фонового шума и естественно эту проблему надо устранить. И соответственно вы обратились по адресу, ведь именно в этом видео я вам расскажу, а еще более наглядно покажу целых два способа как же можно удалить фоновый шум вашего микрофона. Итак, первый способ это способ у нас, как бы вам так правильно сказать какой-то способ, это способ более удобный. Опять же, кто не смотрел мое видео, посвященное тому, как же и чем я записываю свои видео, ну бишь какими программами я пользуюсь, то советую его посмотреть. Оно где-то должно быть вот здесь вот на фоне ОБСа сейчас возникнуть, ну не само видео, а аннотация на это видео, соответственно вы на нее переходите и посмотрите это видео. В том видео я рассказал, что я разделяю, различаю два способа записи видео, это более быстрый и более удобный. К более удобному я отнес ФРАПС, к более быстрому я отнес ОБС. И соответственно в принципе именно из этих разграничений, скажем так, и шумопонижения, которым мы будем заниматься, и удаление шума вашего микрофона, тоже разделится на две части. Соответственно сегодня я вам расскажу про обе эти части, я не буду делить это видео на две части, я хочу вам рассказать все сразу. Итак, давайте перейдем к более простому способу, если же вы пользуетесь, например, ФРАПСом для записи вашего летсплея, ваших прохождений. Давайте уберем то, что нам не надо пока. Итак, вы записываете видео ФРАПСом, ну естественно у вас фоновый шум микрофона есть. Вы, например, записали видео, пусть оно будет вот, 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 вот такое, как я записал. Например, оно вот такое. Это к примеру. Вы это видео, что вы с ним делаете? Вы его потом будете обрабатывать, например, в Суни Вегасе. Я не говорю, что вы именно будете пользоваться Суни Вегасом, но тем не менее, вы его, например, будете обрабатывать в Суни Вегасе. Что вы делаете? Вы закидываете это видео в Суни Вегас, все отлично, да? Давайте, наверное, музычку на заднем плане выключу и продолжим вот так вот. Вот сейчас просто послушайте, я сейчас помолчу секундочку, ну, пока вот это вот видео закончится, да, вы просто послушайте, во-первых, хочу еще кое-что вот сказать перед тем, как мы включим это видео, и вы послушаете, как же, если вы вдруг не понимаете, что такое фоновый шум, то вы сейчас это услышите. Во-первых, есть два типа, опять же, людей, первый, который пользуется наушниками для просмотра видео, прослушки музыки и так далее, и тому подобное, и второй тип, который пользуется колонками, ну, естественно, я имею в виду, когда вы сидите дома за стационарным компьютером, либо же за ноутбуком, я не имею в виду, там, вы берете плеер и идете слушать музыку на улице, нет, вы сидите дома, вы смотрите фильмы, играете в игры, есть два типа людей, один, который все это делает в наушниках, второй тип людей, который все делает при помощи колонок, ну, как бы, слышит звук. Соответственно, в колонках вы, может быть, и не услышите фоновый шум, но я, как человек, пользуюсь в основном наушниками, уверяю вас, фоновый шум очень сильно режет по ушам, и поэтому мне, как человеку, который записывает видео, мне очень неприятно и даже немного стыдно загружать видео, в которых присутствует фоновый шум моего микрофона. Поэтому я углубился в эту проблему и нашел для себя, опять же, два выхода. Соответственно, показываю вам пока что первый. Давайте просто послушаем, что я вот наговорил в видео Open Array. Просто услышите, как звучит фоновый шум. Всем привет, это Мистер Чейзер, и это коротенькое видео, это тест моего микрофона с фоновым шумом. Сейчас мы будем от этого шума избавляться. И как я, прошлый я сказал только что в этом видео, сейчас мы будем от этого шума избавляться. Так вот, что же нам надо делать? Я показываю на примере все, на примере Фрапса, Сони Вегаса, 10-я платиновая версия, и на примере программки Аудасити. Соответственно, чтобы пользоваться первым этим способом, вам нужны все эти три программы. И, соответственно, вам нужно их настроить под себя, и так далее, и тому подобное. Настройкой уже занимайтесь сами. Это дело личное, лично каждого касается, кто занимается этим. Так вот, вы, наверное, четко и ясно слышали фоновый шум моего микрофона. Да, он шумит, это ужасно. Сейчас он не шумит, но об этом я расскажу во втором способе, как я это делаю в режиме реального времени. Как же это делать, то есть убирать шум, если вы записываете видео, а потом его обрабатываете в каких-либо видеоредакторах? Ну, во-первых, вам нужна аудиодорожка. Вам видеодорожка сейчас здесь не нужна. Давайте мы отрендерим это видео, но не как видео, а как аудио. Соответственно, мы выбираем MP3. Найди бы его здесь еще. Где ты? Вот, MP3 аудио. Рабочий стол и просто один. Допустим. Затем берем качество получше, наверное. Зачем нам плохое качество? Давайте истинное, исконное качество. 320 кБ в секунду. Ну, это не исконное, но, тем не менее, это хорошее качество. Сохраняем. Аудиодорожка наша готова. Вот наша аудиодорожка. Так, давайте я музыку вообще уберу, она, мне кажется, будет мешать больше. Вот она, наша аудиодорожка. Что же мы делаем дальше? Самое важное. Нам нужна программка Audacity. Так вот, что нам нужно сделать дальше? Нам нужно сейчас заткнуть свой рот, помолчать 2 секундочки и просто дать Audacity записать наш фоновый шум. Делаем. Вот он, наш фоновый шум. Мы его выбираем двойным нажатием кнопки мышки, затем идем в вкладку эффекты и жмем удаление шума. Здесь можно подкрутить настройки, но я вам этого не советую. Далее можно изолировать шум и удалить, но лучше всего это, конечно, удалить. Далее жмем кнопочку создать модель шума и все. Дальше эту аудиодорожку можно удалять и вставлять вот эту вот нашу, которую мы отрендерили. Мы ее вставили. Она у нас по-прежнему с шумом. Как вы слышите, на заднем плане был шум. Что нам нужно делать дальше? Нам нужно сделать опять то же самое, выделить эффекты и повторить удаление шума. Это займет какое-то время, но так как у нас тут очень короткий промежуток, отрезок, скажем так, аудиозаписи этой, соответственно, это произошло очень быстро и вы этого даже не заметили. Слушаем. Всем привет, это мистер Чейзер и это коротенькое видео, это тест моего микрофона с фоновым шумом. Сейчас мы будем от этого шума избавляться. Все, мы от него избавились. Как вы это можете слышать, например, кто слушает это в наушниках, кто слушает это в колонках, сделайте просто колонки погромче, приложите уши к вашим колонкам, если вы не слышите фоновый шум. Но я его отчетливо слышу. Или оденьте наушники. Дальше мы делаем Export Selected Audio. У вас, может быть, это что-то другое написано или там экспортировать или экспортировать как. Я не знаю. В общем, пишем, например, 2 MP3. Окей, окей. Экспортировалась. Вот она наша аудиодорожка без фонового шума. Идем, перекидываем ее в Sony Vegas. Дальше делаем... Зажимаю кнопочку Control. Или же можно сделать просто так. Заглушить абсолютно эту дорожку, которая у нас была оригинальная. Но я предпочитаю ее вообще выпиливать нафиг. Поэтому я зажимаю Control. Жму сюда. Выделяю ее, соответственно. Потом жму Control, выделяю вторую дорожку. Затем жму кнопочку U на клавиатуре. Ну, это которая вот такая, как И русская. Затем опять выбираю аудиодорожку. Жму Delete. И все. Эта аудиодорожка удаляется. Затем вставляем нашу новую аудиодорожку. Все. И, соответственно, вы можете свои летсплеи, прохождения, обзоры теперь рендерить без фонового шума. В Sony Vegas, в Pinnacle Studio, Adobe Premiere, где вы хотите, где угодно. Любыми программами можете пользоваться. Я же вам показал на примере Sony Vegas. Ладно, в принципе, с первым способом, думаю, мы разобрались. Это у нас Fraps, Sony Vegas и Audacity. Из этих всех трех программ у нас только Audacity бесплатные. Остальные программы можете искать в интернете. И, соответственно, их отдельно скачивать, скачивать коряки и так далее. Где эти программы находятся, я вам не скажу. Ищите их сами. Итак, переходим к следующему способу. Это у нас способ в режиме реального времени. То бишь, как я, в принципе, и сейчас этим способом пользуюсь. Ладно. Погнали дальше. Что же можно сказать дальше? Если вы стримите при помощи программки OBS, к примеру, можно и другими программами, но я лично пользуюсь OBS и покажу вам на примере OBS плюс программки Adobe Audition. Соответственно, вам, чтобы пользоваться вторым способом для записи ваших летсплеев, прохождений, обзоров и так далее, и тому подобное, или же для стриминга, вам нужны вот эти вот две программы. OBS и Adobe Audition. Дальше, прежде чем вы начнете пользоваться этим способом, надо вам обязательно в порядке скачать виртуальный аудиокабель и установить его. Зачем это нужно вам будет? Я вам объясню уже по мере своего объяснения насчет Adobe Audition. Зачем он нужен? Во втором способе. Но вам этот виртуальный аудиокабель нужен, поэтому пишите в гугле, опять же, скачать. И скачивайте его, желательно, крякнуто. Если вы скачаете тестовую версию, ну, то бишь, trial-версию, то у вас там каждые 30 секунд будет женщина с сексуальным голосом говорить trial. Поэтому ищите нормальную крякнутую версию. Можно это найти на таком распространенном и, наверное, всемирно уже известном торрентрекере, как roottracker.org. Просто вписываем сюда Virtual Audio Cable, поиск. Все. Вот он. Мы его скачиваем, устанавливаем. Как видите, таблетка присутствует. И вот это вот окошко, это настройки аудиокабеля этого виртуального, но они вам не нужны. Вы его просто установите, там, запустите или я не знаю. Если у вас была старая версия, обязательно удалите эту старую версию, ну, мало ли. И все. Дальше, когда у нас есть виртуальный аудиокабель, мы можем приступать к следующему шагу. Это к настройке Adobe Audition. Так, теперь вы меня слышите с фоновым шумом. И, соответственно, мы запускаем по новой Adobe Audition. Разворачиваем его. И, в принципе, вот как мы увидим. Здесь очень много всего непонятного, но я постараюсь вам вкратце об этом всем рассказать. Так, меня слышно? Это самое главное. Что же нам нужно сделать, чтобы в режиме реального времени удалить шум нашего микрофона? Чтобы нам не приходилось рендерить, если вы, например, записываете видео и сразу же их загружаете, без обработки. Adobe Audition будет нам самым лучшим фильтром. Во-первых, нам нужно создать новую сессию мультитрека. Поэтому мы идем в файл, создать сессию мультитрека. Не знаю, какая у вас будет версия, английская либо русская. У меня пока что стоит русская. Поэтому просто запоминайте примерно зрительно, как это выглядит. Мы создаем новую сессию мультитрека. Здесь настройки делаем стандартные, ничего не меняем. Окей, окей. У нас появляется вот такая вот хрень. Очень непонятная для всех. Но, тем не менее, сейчас постараюсь вам дальше объяснить. Дальше нам нужно перейти в настройки. Поэтому мы жмем вкладыш правка, настройки. И далее идем в аудиооборудование. Зачем нам это? Да все очень просто. Нам здесь нужно именно поставить вывод по умолчанию. Именно наш вот этот вот виртуальный аудиокабель. Линейный выход 1, так называемый. Мы его выбираем. Здесь мы ставим наш микрофон, который в данный момент используется. Так что проверьте. Либо у вас здесь будет несколько микрофонов, либо еще как-то. Я не знаю. То есть поставьте здесь настройку ту, которую вы будете пользоваться. То есть тем микрофоном, которым вы будете пользоваться. Соответственно, дальше мы жмем ОК. Проверьте, чтобы у вас примерно было все так же, как у меня. Например, задержку поставьте где-то сотню или 50 миллисекунд. Я даже не знаю, как здесь правильно с ней сделать. Но в принципе, я поставил 50, и мне этого хватает. ОК. Что нам нужно сделать дальше, чтобы Adobe Audition был отличным фильтром для нас? Нам нужно нажать на вот эти вот кнопочки, как к записи R, и мониторинг входного сигнала, то бишь I. И вы видите здесь, вот он, вот он, вот он. Уровень моего голоса. Опять же, шумом, видите, вот эта переменная дергается, значит шум есть все-таки. Да, шум есть. Чтобы убрать шум, нам нужно перейти во вкладыш набора эффектов. Вот он у нас находится. Нажать на вот этот неприметливый треугольничек, и выбрать шумопонижение, восстановление, адаптивное шумопонижение. Дальше тут можно пошаманить с настройками, но в принципе, я вам этого делать не советую. Выберите настройки, лучше по умолчанию, какие тут стоят. И просто красным крестиком закройте это окошко. Видите? Уровень исходящего сигнала абсолютно минимальный, там 0, несколько процентов. Дальше можно посмотреть на вот эту вот переменную слева. Это именно наш входящий сигнал, то бишь, как Adobe Audition нас слышит. Вот он у нас вот так вот слышит. А вот это вот наш выходящий сигнал, то бишь, как мы будем это уже передавать нашей программе, которая будет все записывать. То бишь, в нашем случае Open Broadcaster Software. И вы, соответственно, меня сейчас с шумом слышите, потому что в OBS я еще не выбрал именно настройки вот эти. Ну, как видите, все отлично. Также здесь можно настроить, если вас не устраивает громкость вашего микрофона, здесь можно сделать, чтобы вас было немножко слышно громче, 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 громче. Но я не буду так делать, потому что вы сейчас оглохнете. Но тем не менее, нам нужно дальше что сделать? Дальше перейти в настройки OBS, выбрать вкладку Audio и выбрать линейный наш виртуальный аудиокабель. Готово. Дальше вам нужно перезапустить OBS. Все. Теперь вы меня слышите без фонового шума. Соответственно, теперь вы можете записывать все, что вам хочется, загружать на YouTube тоже все, что вам хочется, но только не записывайте лестплей по Майнкрафту. Сколько можно, ребят! В самом-то деле. Ну, теперь вот так вот все работает. Я вам рассказал про два способа удаления фонового шума вашего микрофона. Можете теперь этими способами спокойно пользоваться. Распространять эти два способа между своими друзьями, знакомыми, которые тоже, возможно, записывают видео, возможно, стримят. Но, тем не менее, на этом, думаю, все. Спасибо, что смотрели. Не скупитесь на лайки. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Если вы хотите видеть больше таких всяческих уроков, гайдов, всяческих таких подсказочек возможного. Ну, в принципе, я буду откланиваться. На этом все. С вами был мистер Чейзер. Всем удачи. И да пребудет с вами сила. Без шума. Всем пока.